Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар, который называется «Секреты безграничного счастья». С вами Андрей Андреевич Дуйко, организатор и основатель школы эзотерической под названием Кайлас. Обязательно напишите сейчас, кто у нас в школе Кайлас и кто занимается по моим методам. Чему обучает школа Кайлас? Она прежде всего обучает человека быть счастливым, радостным, обретать счастье, влиять на окружающий мир, чтобы в сторону человека текла любовь, счастье, уважение, почет, материальное благополучие, чтобы человек умел управлять тем, что называется быть здоровым, счастливым, везучим, активным и так далее. В общем, все, что нужно человеку для того, чтобы он был абсолютно счастливым человеком, все это можно найти или найти ответы и инструменты, которые помогут человеку либо изменить окружающий мир, либо изменить свой внутренний мир для того, чтобы получить все это. И вам в этом поможет моя эзотерическая школа Кайлас. Обязательно переходите по ссылке по данному видео и проходите мои ступени, эзотерические семинары. Итак, сегодня я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете. Несколько, небольшое отступление хочу вам сказать. Мои уважаемые господа, я хочу вам сказать, что мое, наверное, внутреннее состояние, оно заставляет меня выходить и проводить такие трансляции. И ваши не нравятся, нравится, я плохой или я хороший, мне совершенно не беспокоит. Я хочу вам сказать, не утруждайте себя, не пишите мне, все, я удалилась с канала. Я хочу вам сказать, я вас никогда не видел, я вас не знаю, никаким образом от вас не завишу. И ваше «я не буду» или «я буду» касается персонально вас. Нравится, смотрите, не нравится, не смотрите, не нравится, уходите. Таких, как я, 100 миллионов, таких людей, как я, тысячи, и тех людей, которые проводят трансляции, их тоже можно найти в интернете в огромном количестве. Поэтому не нравится правильно, нравится смотрите, никого не удаляю, не выгоняю, ну и мне, в общем-то, все равно. Могу сказать, что мой YouTube-канал не является для меня основным бизнесом, поэтому я не очень за него даже держусь. Если вы помните, было время, когда он у меня вообще был заблокирован. Да, это все. Фигня. Дякую, Андрей Андревич, Светлана Бурачок. За знакомство с вами, дякую. Выучаю первую ступень, працюю в СНГ, 71, 72, калачакру и 5,9. Будь ласка, подивите, че буду я еще в паре с человеком своей мрии, мне 58. Вы ли немножко неправильно ставите вопрос, понимаете? Когда человек говорит мужчину своей мечты, пожалуйста, не надо мужчину вашей мечты. Мужчина должен быть просто, наверное, любимым. И когда женщина ищет или идеализирует того человека, который должен жить с ней рядом, она ошибается. Почему? Потому что такое большое количество мечтаний, которые человек может создавать вокруг одного объекта, невероятно сложно исполнить, даже всеми силами проведения. И для этого необходимо иметь просто космическую энергию, которой должен обладать человек. Потому что намечтав себе глобально, женщина очень может ошибиться в дальнейшем. Поэтому мужчина мечты может оказаться мужчиной не мечты. Поэтому хотите просто мужчину. Почему женщина вообще не хочет или не может выйти замуж? Чем это связано? Дело в том, что женщина это минус. Мужчина это плюс. Мужчина это тот, кто по идее должен притягивать, женщина это по идее так. Мужчина тот, кто должен давать, женщина по идее это тот, кто должна брать. И здесь такая особенность есть. Оказывается, лишь два слова, которые звучат так. Я сама, я знаю, я умею, я смогу, я лучше или я какая-то. Они блокируют у женщины в дальнейшем возможность быть замужем. Очень часто женщины самостоятельные, которые говорят, я бизнес меньше, я зарабатываю, я могу, я это сделала, я такая, я красивая, я умная, я здоровая. Они очень блокируют себе жизнь. Почему? Не произносите этих слов, особенно если рядом с вами находится мужчина. Вообще всегда помните, что женщина, она человек слабый согласно природе. Это правильно, потому что женщина бы не смогла выносить ребенка, если бы она была самостоятельной и беременной. Лежала бы себе, и никто бы водички не принес. А так есть мужчины, и именно поэтому Бог создал так мужчину, чтобы у мужчины была задача и желание помогать. А когда женщина говорит, я сама, ну нет. Когда женщина говорит, я знаю, ну нет. Когда женщина говорит, я смогу, ну нет. Вот эти ментальные слова, я знаю, я умею, я самая, я смогу, я там еще какая-то, я бизнес вумен. Когда вы все тянете сами, когда вы не умеете перекладывать этим самым, вы отстраняете от себя в своей жизни людей. Вообще мечтайте вот о чем, чтобы найти человека, рядом с которым слово я сама исчезнет. Он пусть будет сам с вами, а вы будете с ним счастливы. Вот это очень полезный момент. Старайтесь его уловить и старайтесь это не делать. Чего хочет мужчина на самом деле? Я открою вам тайну. Когда вы будете слушать кого-нибудь, где-нибудь и когда-либо-нибудь, то вам, возможно, кто-то будет говорить о том, что женщины очень, мужчина он очень любит, когда женщина о себе рассказывает, ему может быть неинтересно и так далее. Все это полная чепуха. Мужчина всегда выбирает женщину, с которой бы он хотел бесплатно переспать. Это особенность мужчины очень сексуально ориентированы, делать так, чтобы женщина хотела. Ну и магнит женщины является элемент, если бы женщины нереально хотели интима и каким-то образом это проявляли, то тогда они бы выходили замуж мгновенно. Очень часто женщины, которые хотят интима в раннем возрасте или там на протяжении жизни, они совершают ошибку. Почему? Дело в том, что когда женщина хочет интима, у нее вырабатываются определенные половые гормоны. Это прогестероны, страдиолы и так далее. Но такие гормоны могут блокироваться. Они блокируются обычно компонентом голода. Оказывается, есть даже исследование, если женщина специально голодает, если женщина очень голодает, то она становится неинтересной в глазах другого человека и мужчина не хочет с ней встречаться. Находит все поводы. Точно так же, как и с женщинами. Знаете, когда мужчина, допустим, с женщиной встречается, то между ними происходит интим. Если этих людей сфотографировать до и после, то они как бы светятся. У них появляется, у женщины появляется сила, она выздоравливает, она ощущает себя счастливой. Дело в том, что есть еще один секрет. Как ни странно, считается, что именно мужчина является вампиром женщины, но на самом деле это не так. Очень часто именно женщина является в период интимных отношений с мужчиной, мужским вампиром. Почему? Мужчина, если он начинает болеть и спит с женщиной, его состояние ухудшается. Женщина, если начинает болеть и спит с мужчиной, его состояние улучшается. Тогда скажите, кто чей вампир? Ну ладно, не об этом. И вообще хочу вам сказать, что в случае, если мужчина ориентирован на то, чтобы заботиться о женщине, у него будет всегда женщина. В случае, если мужчина ориентирован на только желание иметь женщину, проблема с этим может произойти. В случае, если женщина ориентирована на только использование мужчины, то ничего у нее не получится. Женщина, ориентированная на сексуальные отношения с мужчиной, гарантированно на 100%, никогда не будет сама. Но только при случае, если она не голодает и не тыкает везде налево и направо. Я сама, я смогу, я такая, я такая, я еще какая-то. Да, это неплохо. Да, это неплохо и хорошо, что Клара Цеткин и Роза Люксембург, товарищи, объявили о том, что женщина может носить штаны, она может быть самостоятельной. И это супер, потому что есть миллионы женщин, которые достигают больших результатов и так далее. Но быть любимой, но быть счастливой, не обязательно быть богатой и быть самостоятельной и так далее. Я знаю очень много женщин, которые достигли больших высот в бизнесе, в определенных кругах и так далее. Но очень несчастливы в семье. Почему? Мужчина рядом с ними, малохольные обычно такие мужчины, они не хотят ничего делать, ни к чему не стремиться. И такие девочки, они как бы садятся на шею таким женщинам. А почему? Потому что рядом с ними находится женщина, которая как мужчина говорит, да я это сделаю, да я смогу, да я сама, да я это вообще все и так далее. Ну вот так где-то это и происходит. Ну а вам хочу ответить, Светлана Бурачок, шо таки да, шо у вас буде, ваш мэнш чинс, який буде з вами чекайте и це буде. Фэриус Форфс. Здравствуйте, уважаемый учитель. Встретилась с вами, всегда дают много новых знаний и практик. Я ваша преданная ученица, прошла семь ступеней. О, люди прошедшие семь ступеней считаются для меня людьми, которые даруют этому миру счастье. Или по-другому их называют для себя брахманами. Но такая особенность, очень часто человек, проходя много ступеней, моей школы упускает что-то. И когда он достигает состояния вот этой седьмой ступени, он становится либо мега счастливым, либо мега несчастным. Почему так происходит? Мега счастливым становится тот человек, который слышит философию, использует психическую энергию. А тот человек, который не слышит философию, у него вырастает немножечко другое восприятие. Такой человек может быть для всех учителем, всех обучать, говорить, я знаю, я все в совершенстве, всем владею и так далее. Но на самом деле является тем человеком, который просто рисует себе еще одну картинку. Я надеюсь, что мои ученики, которые прикоснулись к эзотерике счастья, они живут в этом состоянии. Что меняет у человека состояние счастья? Очень часто алкоголь. Человек счастлив, 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 накопил психическую энергию, радостен, потом бухнул и все. Ему плохо, он выходит неделями и снова ждет момента, когда это произойдет. Почему так бывает? Помните, я говорил когда-то, концепция материального благополучия. Кстати, я никогда не скрывал, еще раз скажу, концепция материального благополучия связана с моими словами. Их очень часто произношу. Многие смысла не понимают. Деньги текут к тому, кому течет любовь. Но есть еще вторая сторона. Дело в том, что весь мир, он устроен по принципу эгрегориальному или эгрегоров. Что такое эгрегор, тоже сейчас расскажу. Итак, первый принцип. Любовь течет к тому человеку, который что-либо для кого-либо делает с тем, чтобы кто-то ему сказал спасибо, или отблагодарил, или почувствовал к нему любовь. Я выхожу к вам, я с вами делюсь информацией и так далее. То есть вы те люди, которые говорят мне в итоге спасибо, ниточки помогли, еще что-то помогло, еще что-то. То есть таким образом я могу сказать, что в мою сторону течет любовь. Также я помогаю людям, но самая большая любовь течет не от людей. Самая большая любовь течет просто от моей семьи. Больше всего ее создают вот теща, мама, брат, сестра. Очень много такой любви создают дети. Очень много любви создает любимая жена. Не засни перед сном, а погладь 10 минут. После этого богаче становишься. Не наляпай что-нибудь, а скажи, какая ты красивая, как я тебя люблю, какие глазки, какое солнышко, рыбка, зайчик, пупсик. Золотая моя, золотая моя идея, тебя пообнимаю, моя золотая, хорошая, как ты себя чувствуешь, да я тебе кофе сделаю. После этого там в клювики принести, картину прицепить или там кого-либо погладить. Просто восхититься детьми, когда они утром встают. У меня девочки говорят, какие вы красивые. Ой, как, ну покружись. Ой, ты так, кружись, а красиво. Как ветерок. И говорю, вырастешь, будут все тебя обожать. Я каждый говорю это. Вот кто утром, кого утром встречу, всем говорю. И, конечно, говорю комплименты людям. Почему? Одна из задач, которую я ставлю в своей жизни, заключается в том, чтобы найти как можно больше людей, которые бы сделали все для того, чтобы пустить в мою сторону любовь. Почему? Куда течет любовь, туда текут и деньги. Именно поэтому люди, которые находятся на вершине власти, они очень часто создают или забирают людей, или нанимают людей, которые при помощи эзотерических практик, они делают все для того, чтобы в их сторону текла любовь. Отбеляют их поступки, делают так, чтобы этих людей обожали, придумывают что-либо. Почему? Карл Мак в свое время написал о журналистике буквально следующие слова. Журналистика – это новости, которые управляют, или которые создаются тем, у кого толще кошелек. Именно поэтому, у кого толще кошелек, тот и создает новости. И правда – это та правда, которую создают люди с более толстым кошельком. Но здесь второе. Почему люди с толстым кошельком, почему их ненавидят? Почему так происходит? Почему их ненавидят? Это вторая сторона мира. Она связана с тем, что существует эгрегор. В эгрегоре все устроено следующим образом. Человек бедный, его эксплуатируют богатый. Условно, богатый стоит на спине бедного. На его спине стоит еще более богатый. На спине еще более богатого, еще более богатый. И они вот так в виде пирамиды управления и власти. Самый верхний, он почему? В самом верху находится. Он находится в самом верху, потому что он внутренне, бесчеловечно ненавидит всех, кто находится под ним. Самый богатый сверху нацелен на то, чтобы обидеть как можно большее количество людей. И именно поэтому люди, которые занимают вторую сторону недобру этого мира, то есть это люди, которые в отличие от меня, которые идут по принципу куда течет любовь, туда текут и деньги, они занимаются, все люди писюны на блюде. И они живут по этому принципу. То есть чем больше обидеть, чем больше нахамить, чем больше оскорбить, они оскорбляют всех. Это начинается дома, они оскорбляют детей, они ненавидят близких. Они плюют, для них люди ничего не имеют никакого значения. Они давно хотели чихать. Они живут этим, и они на этой пирамиде, на вершине. Их квинтэссенция это абсолютное непереношение человека, у которых даже на рубль меньше власти и влияния. И такие люди, это служители зла, они тоже находятся на вершине пирамиды. Но есть еще те, которых никто не знает, и их почему-то тоже обожают, и к ним течет любовь. Это верующие люди. Почему верующие люди? Божества это фактически идолы, которым люди поклоняются. Да, божества это энергия. Архангелы, ангелы, божества, все равно как они называются. Но здесь такой момент. Если человек смотрит с обожанием на Иисуса Христа, обожает его и в сердце он. Если он смотрит на Божью Матерь, обожает ее. Если он ощущает Аллаха и молится, и обожает все, что Аллах делает для него. Если он молится там, да кому хочешь. Там Лакшми, Баладжи, не знаю, там Махадева и так далее. То если любовь есть, то богам эта любовь не нужна. И в свою очередь такая любовь, она начинает течь к людям. Так это устроено. Каждая мантра, каждая молитва есть поклонение Божеству, которое дает любовь. Именно поэтому именно любовь и течет к человеку, который очень верующий. Все эти обряды, все эти ягьи и так далее, они все посвящены тому, чтобы получить благословение или милость. А по-другому запустить любовь в вашу сторону. А если человек говорит, я там очень тружусь, так любовь как течет к тебе? Мордочку свою в зеркале посмотри. Посмотри на себя сбоку, какой образ создает человек насупленного уксусика. Надо создавать образ хорошего человека. Надо улыбаться. Самые богатые страны приезжают, все улыбаются. Приезжаешь в нищету, все злобные, друг друга ненавидят. Весь мир зло, надо защищаться. Кого-нибудь побить, убить, забрать. Обрыгать. Прокричать Тагил, вырыгать это все. После этого упасть вообще. Отлично, культура ненависти. Поздравляю. Почему русских людей ненавидят? Так потому, что это воспитывалось. Бухать, шляться, рыгать. Отлично, все. Тагил. Пинать интеллигенцию. Не об этом. Именно поэтому я и говорю. Люди мне пишут. Как же, куда течет любовь, текут и деньги. Вот я знаю женщину. Послушайте. Есть два пути, выбирайте его. Если вы какашка, следуйте пути какашки. Ненавидьте всех, кто не такой какашка, как вы. Деньги придут. Если вы человек, который любит и хотите по этому пути, обожайте всех, помогайте всем. И тогда к вам будут тоже течь деньги. Если первое не подходит, потому что вы не импат. Если вы дома сидите постоянно, компьютерщик. Вы никого не видите, никого не любите. Вообще люди вас тошнят. Всего боитесь и так далее. Ну тогда поставьте статуэтку какую-нибудь перед собой в Лакшми. И говорите, ты моя золотая, ты моя сладкая, ты моя рыбка, ты моя куколка, ты моё солнышко, ты моя золотая. После этого её там можно смазать чем-нибудь маселком. Благовония какую-нибудь, мантрочку ей почитать. В данном случае это допустим там Кришна Хари Хари, Рама Рама Хари Хари. И так далее. Благовония там. Или там Ом Тары Тутаре Туры Соха. Но обязательно каждый раз, когда видите её где-то, на, ты моя золотая, ты моя золотая. На, какая ты красивая, я так люблю тебя. На, какая красивая, я так люблю тебя. Вот тогда ей-то всё равно. Она как стояла, так и стоит. А любовь течёт к вам. Это как отражение. Поэтому, а если вы человек, который имеет силы ненавидеть всех, то ненавидьте, тогда не надо никого кормить, тогда проявляйте ненависть и к близким, и к работникам. А кто, не дай бог, меньше вас по должности, то вообще смотрите на них, сделайте пропил в передних зубах и плюйте на них прямо в лицо. Кто такой? Пошёл отсюда. И так далее. Я таких людей знаю тысячи, они мои друзья, я их знаю лично. Просто будьте готовы, что обязательно ваши дети, обязательно что-то в вашей жизни будет случаться. Почему? Ну, ненависть, она имеет ещё и обратный эффект. Ненависть имеет обратный эффект. Если очень много людей ненавидит человека, то он таким образом должен будет оплатить. Что оплатить? Он оплачивает обиды. Если человек очень много-много обижал, очень много обижал, то накапливается карма долга. И потом этот долг может быть существенным. Он не обязательно для человека. Для детей, для внуков, для правнуков. Почему? Очень часто такое бывает. Руководители стран и так далее, они живут, жируют, там, счастливы и так далее. Потом, когда всё заканчивается, проходят годы. И я знаю лично этих людей, потому что я знаком с президентами разными в нашей стране, с детьми их знаком и так далее. Поверьте, всё очень плохо, очень часто плохо. Потому что, если не они, то дети, если не дети, то внуки. И начинается там инвалид, наркоман, там, ничего не получается, деградируют они и так далее. Ну, бывает и такое. Как бы род... Ну, а, знаете, этим людям всё равно, они в большинстве своём даже в чёрта не верят. Поэтому они... Ну, чёрта как раз они верят. Потому что к шаманам ездят, в бубен бьют, знаете, там, людей ненавидят, люди там пофигу вообще. Главное, там, власть. Главное, ощущать, что я самый главный. Пуп земли вокруг меня всё крутится, а все остальные пошли в баньку. Но при этом внешне они всегда создают такое впечатление, прямо доброта и нежность. Знаете, доброта и нежность, как такие прямо нежные, тёплые, добрые, божественные существа. Но с ними даже, когда разговариваешь, они располагают, они добрые, тёплые, смеются, улыбаются. Никакого хамства, никакого мата. Но как только ты выходишь за пределы, этот человек своему помощнику говорит, зарежь его самым худшим образом, но режь его медленно, чтобы кровь его текла по ногам, и чтобы у него там всё было. И посмотри, чтобы в семье тоже все подохли. Я знаю это. Я поэтому с такими и дружить не хочу. Почему? Потому что я нехороший. Уже когда приходишь таким и смотришь, человек прямо стелется. Всё, конец. Идёшь, и аж бледный становишься, и седой. Думаешь, о, всё, надо куда-то прятаться или срочно выезжать. Он точно что-то ко мне задумал и хочет сделать гадость какую-то. Я люблю своих друзей. Они напьются и матюкаются. Он нормальные люди, понимаете. Нет у меня таких друзей на самом деле. Антонина, витаю, Андрей Андреевич. Підскажіть, будь ласка, чи є в мене порча, або щось негативное? Востанні роки дуже часто погано себе почувають. Це у вас останні роки. Это у вас восстання, это у вас в последнее время не связано с порчей, милая моя. Это у вас связано с тем, что вы болеете. Люди, останье роки, когда взрослеют, болеют. Всегда у человека есть осложнения, витаминозы, деминерализация. Это особенность нашей жизни. Посмотрите в медицинские учебники. Там написано, человек рождается, чувствует себя лучше, а потом взрослеет и чувствует себя хуже. И мы, проживая всю жизнь, должны быть четко понимать, что наша жизнь не бесконечна. Мы всегда чувствовать себя как 18, 19, 20, 30 и даже 40 лет не будем. Переходные моменты случаются. Я до 40 лет, да нет, ладно, до 30 лет чувствовал себя великолепно. Потом до 40 уже более-менее. А после 40 начинает. То там конет, то там, то тошнит, то вздует, то еще что-то. Хотя я и здоровьем занимаюсь, и эзотерикой занимаюсь и так далее. Даже у меня такое бывает. И на старуху, как говорится, бывает проруха. Именно поэтому я говорю все время, хватит все на порчи. Да хватит все на порчи, имейте уже совесть. Начните заниматься здоровьем. Порчи это легко. Знаете, порчи это так легко. Это я понимаю, если бы вы сдали анализы, прошли всех врачей, которые бы написали здорово-здорово-здорово, после этого бы сказали о, порча, я себя плохо чувствую. Тогда можно было бы говорить, так и порча, если вы больна, с головы до ног. Ступни больные, артриты, заболевания матки, заболевания левого яичника, заболевания щитовидной железы, узловой зоб, заболевания позвоночника, шейного отдела, копчикового отдела, заболевания поджелудочной железы, дискинезия желчных протоков, проблемы с желчекаменными болезнями. Проблема постоянная с бронхами, проблема с суставами в дальнейшем будет, климактерические моменты начинаются уже, проблема с надпочечниками яркая, ну, уже необходимая, зубы вольны, элё, вам надо лечиться, мозги не в порядке, а тут порча какая-то, завязывайте с этим уже, мать-то совесть. Зможете ли мне допомогти? Так, вот, приходите ко мне на вебинар, который называется 13-й марафон. Я буду убирать порчи, сглазы проклятия, там всевозможные обряды буду проводить и так далее. Возможно ли полечить друг друга? Несомненно. Почему? Люди так устроены, мы можем лечить друг друга, мы созданы по принципу эмпатического воздействия. Эмпатия – это хорошее, в общем-то, чувство, которое выделяет другой человек. То есть, если вы создаете чувства, плохие или хорошие, и другой человек чувствует, то вы тот, кто передает чувства, а тот, кто их получает и может расшифровать, называется эмпатом. Очень часто эмпаты – это люди, которые чувствуют другие чувства, особенно хорошие у других людей. Ну и эмпатия является одним из элементов простого лечения человека. Как вылечить человека? Друзья мои, сделать это очень несложно. Положите руки на человека, отвернитесь от него. Любые заболевания – есть следствие зла, который нанес себе человек, внутренний или внешний. То есть, он кому-то нахамил, или сам себе нахамил, или постоянно себя там заклевывал, или там постоянно что-то делал с собой, там ненавидел и так далее. И таким образом его болячка захватила. Отвернитесь от себя, и после этого отвернитесь от этого человека, положите руки. Не нужно чувствовать ни холодно, ни тепло, ни так далее. Попробуйте ощутить, насколько вы хорошо относитесь к этому человеку. И говорите, бедненький, солнышко, рыбка, ласточка, пусть все болезни у тебя попроходят, пусть только молча это делайте. Но можно при этом дышать. Вот я знаю. Наверное, в тот момент, когда чумак сидел перед телевизором и делал эти движения, он делал так. Но при этом он думал так. Мои золотые, мои ласточки, мои хорошие, мои золотые, мои ласточки, мои хорошие. Вы такие хорошие, ваши ручки хорошие, и ножки у вас хорошие, и животик у вас хороший, и глазик левый хороший, и правый хороший, и волосики хорошие, и носики хорошие, и сами вы маленькие, и помою вам ручку правую, помою вам ручку... О, и таким образом, наверное, он и занимался целительством. А как у Кашпировского? У Кашпировского наоборот было. Он говорил, попробуйте ощутить, как будто он начинал обычно так. С древних времен наше тело эволюционировало по-разному. Наши клетки, они развивались самостоятельно. Мир очень эволюционировал. Клетки были, они жили миллиарды лет. Из-за этого одноклеточных произошли многоклеточные. Многоклеточные стали нашим телом. Наше тело очень сложное. Тело живет отдельно от нашего сознания. Наше сознание сформировалось позже. Тело отдельно, а сознание отдельно. Давайте сознание отделим от тела. И скажем себе, как будто левая рука не может подняться и правая, и левая нога, и правая. Пусть тело отдельно живет, а голова отдельно. Давайте попробуем ощутить, как будто нет тела, только сознание. Отключите его. И люди раз, раз, там отключите. Я посчитаю до 10, все тело отключится. Теперь в этом состоянии тело. Я даю тебе задачу избавляться. Пусть тело само самостоятельно находит внутренние ресурсы, чтобы избавиться от заболеваний суставов, от заболеваний живота, от заболеваний. Но перед этим, конечно же, надо, чтобы у человека доверие было. Потому что у нас есть барьер доверия. И он говорил, что вот я, знаете, как у меня получается. Я смог преодолеть вот это, смог преодолеть вот это. Все, эксперт. А потом второе. А еще есть миллионы людей. Одни вылечились от поджелудочной, другие от этого. Это от этого, это от этого. Я говорю, ого, так много людей вылечилось. Я тоже. То есть человек говорит, я тоже на это настраиваюсь. После этого пасеки, пасеки. Человека привели в норму. Потому что подсознание в действительности, если отключается от сознания, способно тело само по себе справляться. Потому что сознание подавляет движение упорядоченное, беспорядочное клеток. А клетки сами по себе могут справляться. Таким образом, привести к энтропии нашего тела способно наше сознание. Но как ни странно, в случае, если сознание отключать, то само по себе тело может восстанавливаться за счет вот таких внутренних ресурсов, которые, кстати, были запрограммированы на протяжении всей эволюции человеческого существа. Ну, вот так. Не зря человеку помогают соны, помогают медитации, помогают внушения, помогают гипнотические внушения, помогают. Много всего помогает. Мы такие люди. Здравствуйте, дорогой учитель. Очень волнует вопрос. Когда я выйду замуж, и выйду ли? Какой он будет? А что вам еще сказать? И какой будет, и при каких встречах, и так далее? Вы не наглый человек, скажите мне. Зачем? Вот объясните мне. Вот вы прошли с первую ступень. Теперь я обязан вам указать точный путь, где должен... Скажите, почему человек не знает? Человек не знает, потому что неожиданность принесет ему счастье. Потому что неожиданность создаст у него эйфорию любви. Потому что неожиданность может создать для него радость. А почему у вас не получается? Потому что вы мечтаете, и он должен быть таким, должен быть таким. Но выйдете ли? Ну, в этом году нет. А на следующий, ну, скорее всего. Почему сразу замуж? Почему замуж? Зачем он вам нужен? Вот если вы научитесь говорить, зачем тебе нужен мужчина? Всегда произносите эти слова. Всегда произносите эти слова, и выйдите замуж быстро. Когда с подругой будете разговаривать, ради прикола говорите. Зачем тебе мужчина? Если она будет говорить, о, мне нужен, чтобы там... Да все знают, чтобы залезть на шею, и чтобы содержал. Все же прекрасно понимают, что это такое. Нет, нет, ну, женщина говорит, нет, нет, я же не такая, что же... Я же тоже... Так а зачем богатый? Чтобы его деньги тратить за эти... Чтобы использовать мужчину, это же нормальный процесс. Да ладно, это как бы так нехорошо говорить, так неинтеллигентно. Но правда, а мужчина, ну, будет спать с вами. Вы будете его деньги тратить, он будет в этот дом, будет по вечерам там с вами заниматься интимными отношениями. Ну ладно, не об этом. А как бы вот о чем. Когда будете с кем-то из друзей встречаться, своих подруг там, за бутылкой вина или виски, наши девочки пьют вино, виски и закусывают все мясом. Правильно. Теперь вы знаете, худать плохо. Ну и в этот момент обязательно говорите, тебе зачем мужчина? И она вам скажет, мне мужчина нужен для жизни, я хочу замуж. А вы говорите такие слова, а мне, я буду с ним спать каждый день, несколько раз. Хочу такого себе жеребца. Она будет говорить, ты что, с ума сошла вообще? Ты что, с ума сошла? Вот если будет так говорить, выйдите замуж мгновенно. Прям очень быстро. Вот я знаю, как это устроено. Говорю это серьезно. Еще, почему вы не нравитесь, нужно спрашивать мужчинам. Потому что вы не любили папу и дедушку и прадедушку. Нужно сказать, я люблю папу, я люблю дедушку, я люблю своего прадедушку. Я вообще всех мужчин люблю. Вообще попытайтесь трансформировать в себе элементы ненависти к мужчинам. Скажите, да все мужчины хорошие. И дедушка мой был хороший, и папа был хороший, и прадедушка был хороший. Все были хорошие. Даже если они были плохими, то знайте, есть тайна. Вас вообще выкрали, вы были из королевской семьи и были у королей, сказочных принцев и принцессы. А потом ваш дедушка выкрал вас и отдал бабушке все. И вам пришлось вот так прожить. А настоящие дедушка и бабушка были просто королями. Ну вот так случилось. Ничего страшного, так тоже бывает. Ираида Богачева. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Посмотрите, а еще, вы страдаете от того, что нет мужчины. Если вы страдаете от того, что нет мужчины, его вообще никогда не будет. Почему? Удивляйтесь. Что опять нет мужчин? Скоро будет. Проходите мои ступени. Там годами рассказываю об этом. С 2011 года читаю первые ступени. Все время говорю, почему мужчин нет. Все время говорю. Никто не хочет слышать. Удобнее, потому что по-другому, как говорят у нас в Одессе. Удобно по-другому, но. Не мужчину хотите. Хотите такого мужчину, чтобы видел вас, и у него все вставало. И мозги, и тело, и волосы, и все остальное. Вот, такого надо. А вы перед ним, смотри, какая я. Посмотрите, пожалуйста, смогу ли я купить домик в этом году и вылечусь ли от рака. Я хочу вам дать пожелание. Вылечитесь от рака, а домики и все остальное не ставьте на первое место. Я говорю вам это серьезно. Ставьте лечение от онкозаболевания на первое место. Потому что вам будет тяжело. И поверьте мне, радость от того, что вы купите дом или не купите, вы ее не получите. Лечите онкоболезнь. Вы лечитесь. Если лечить, начнете сейчас. Мария Летос. Здравствуйте, Андрей Андреевич. За ваши знания. Вновь и вновь возвращаюсь в философию школы. Это сильно помогает. Поскажите, пожалуйста, будут ли у меня когда-нибудь дети и семья? Будут, да. И никогда не будет. В скором времени будет. Лайна Подалка. Скажите, ласка, я замуж выйду. Что, якщо да, яким він буде. Буде горбатым карликом. Буде кататыйся. И буде одноногим. Ну, вы теперь рады. Но любить вы его будете. Класс, да. Вырасту баскетболистом. Иго-го-го-го. Волосатым, мускулистым. Иго-го-го-го. Если я вам скажу, каким будет ваш мужчина, вы за него замуж не захотите выходить. Никогда мне не задавайте эти вопросы. Они мне не интересны. Они и вам не интересны. Потому что я могу просмотреть и видеть, что вы не выйдете. Или у вас будет плохая семья. Или будет муж-алкоголик и так далее. Но я не могу этого вам сказать. Почему? Как вы не можете понять этого. Вы хотите слышать то, что вы хотите. Вы хотите слышать, чтобы я вам сказал, скоро выйдете. Он будет очень красивый. Высокий. Богатый. Будет ездить на дорогой машине и так далее. Но, а если я вижу по-другому. Если я вижу лысого, толстого, бедного, который через год не сможет зарабатывать деньги. И не будет возможности. И семья будет долго потом мучиться. Я должен это говорить или нет? А что не произойдет? Ребенок не родится. А я тогда в это вмешался. И ребенок не родился. А ребенок не родился, это значит минус человечеству. Тогда кто я для человечества? Вредитель. Тогда навредив даже одному неродившемуся ребенку, я фактически его аномально убил. Зачем я это сделал? А у меня дети. А я хочу, чтобы у меня карма была хорошая. Может мне надоело на земле перерождаться. Может я уже хочу в космосе быть. Ветерком. Ну а солнечным. Ну а с такими успехами, знаете, вы просто все придумали картину и хотите, чтобы я ее сказал. Но друзья мои, я другой человек. Не нужно вам это. Хотите счастья? Будьте счастливыми. Не страдайте. Купите мой семинар. Быстрое замужество. Хотите замуж? Друзья мои. Хотите замуж? Свяжитесь с операторами вот на чате. Вот здесь вот указаны. Скажите, есть старый семинар Дуйка. Быстрое замужество 2. Продайте нам. Вот там я даю 15 элементов, соблюдая которые, в течение 108 дней женщина выходит замуж. Проверено даже самыми замечательными женщинами. Женщина когда-то набрала мне и говорит, вот такая красивая, огромная просто. С такими щеками, без передних зубов и с усами. И с плохими ногтями. Откуда-то там. Здрасте, Андрей Андреев, здрасте. Я приехала оттуда-то оттуда. И у меня мужчина сделал предложение. Я проходила ваш семинар. Быстрое замужество. И он меня привез в город. А сама я там откуда-то приехала. У меня еще двое детей. Предстоит их привезти. И вот мы живем сейчас в городе большом. И у меня сомнения. Правильно ли я поступил или нет? Я говорю, так хочу на вашего мужчину посмотреть. Я прямо так хочу. Это ж как же нужно было так искать, чтобы вот такое добро себе найти. И еще у нее сомнения. Боже мой. Приехала, села на плечи мужчине в большой город. Детей привезешь, он их будет кормить. И правильно ли поступила звезда театра. Бляха-муха. Не понимаю я этого. Но не родись красивой, а родись счастливой. Такое тоже бывает. Так что не надо. Выйдите вы замуж. Не пусть все девочки, которые сегодня здесь находятся. Вот все. От той, которая 68 или 69, 75, если хочет выйти замуж. И до 15-летней, которая смотрит, если хочет выйти замуж. Вот я вас благословляю. В скором времени все выйдите замуж. Вот говорю вам. Я, Улар Гесер, силой данной мне, говорю вам, что на протяжении, только для учеников школы, не для учеников не сработает. Все, кто здесь ученики смотрели мою первую ступень, или в ближайший хотя бы месяц, посмотрят. Обещаю, на протяжении года выйдите замуж. Обещаю. Омахум хахухри. Омахум хахри. Омахум хахри. Омахум хахри. Омахум хахри. Омахум. Пусть теперь это свершится на протяжении года. Но только для тех, кто прошел первую ступень. Лора Кравчук. Ні дня без Андрія Андрійча. Правильно. Завдяки вашим порадам 5 років маю свій бізнес. Життя вирус. А, життя вирує, я поняв. Це як вирує. Круговорот, я поняв. Вир, вир это круговорот. Я постійно чомусь навчаюся. Зараз навчаюся водінню. Запитання, як покращити свої результати водія. У вас це гарно виходить. Не заморачуйтесь. Ви дуже вірним шляхом йдете. І хочу вам сказати, тільки не хватає трошечки, трошечки віддыхати. Як я віддыхаю? Беру сигару. Беру сигару. Наливаю небольшое количество виски. Очень дорогого. Открываю книгу. Босх. Вот она. Йероним Босх. На какой-нибудь странице. У меня таких книг много. Я люблю живопись. Вот сегодня это было. Очень мелкие буквы такие. Вот сегодня прочитал 47 страниц. Осталось чуть-чуть, к сожалению. И курю сигару. Пью виски. И читаю. Книгу. И никуда не тороплюсь. Для чего я это делаю? Чтобы отключиться от внутреннего темперамента своего, который постоянно гонит лошадей. Который говорит, надо сегодня, надо сделать, надо позвонить, надо поехать, надо сделать, надо еще что-то, надо новое, надо еще что-то, надо делать. Он говорит, занимайся, делай, мантры читай. Пиши книги, едь на производство, занимайся производством. Встречи, едь на встречи, отвечай. А так я взял и отключаюсь, все читаю, мне ничего не беспокоит себе тихонечко, знаете. И этому уделяю там час или два. И после этого выхожу, мне это расслабляет, снова я счастливый, снова жизнь налаживается. Поэтому чуть-чуть отдыхайте, відпочивайте трохи. А так, як покращити навчання водія, це добре, для того, щоб ніхто не може дуже гарно водити автомобіль, кроме шумахера. І тот, як известно, закончил плохо. Поэтому нет ничего такого, що невозможно було би изучити. Мой отец, коли я учился ездить на машине, он мне сказал, сынок, ти дуже добре учися в школі. Я говорю, ну, спасибо. Он мне говорит, помнишь, ми з тобою були в циркі? Я говорю, да. Помниш, там медведь ездил на мопеді? Я говорю, да, помню. Он говорит, сынок, у медведя никакого образования не було. І я уверен, що він не читати, не писати, не даже разговаривати не умел. І його научили ездити на мопеді. Скажи, він хорошо ездил? Я говорю, хорошо. По кругу ездил і все пипикал. Мне понравилось. Он говорит, послушай, ти со своєю умом даже не заморачивайся. Человек, который имеет даже тройки в школі, може по-любому на 100% научиться ездити на машине. Машина – це інструмент. А все остальное рефлексы. Будь просто внимательным. Ізучи знаки. І помни о главному правилі водителя. Останавливайся на зеленый свет. Вернее, їдь на зеленый свет, останавливайся на красный. І дай дорогу дураку. І всегда в твоїй жизни буде счастье. А як парковаться, я тебе научу. Поэтому не заморачивайтесь 100%. Натур оф парадайз. О, чагман. Добрый день, чіст. Спасиба большое за ваші практики і философію. Все применяю, все работает для семьи, для детей. І це радостно. На що лично обратити внимание для своєго личного розвиття? На счастье і на момент ожиданий, который у вас почему-то бесконечно здвигається? Либо в воспоминання, либо в мечты. Попробуйте жить чуть-чуть в настоящем. Попробуйте в настоящем моменте что-то замечать. Не переключайтесь. Отдыхайте, потому что вы находитесь в перенапряженном состоянии. Кэти... Витчук. Здрасте, Андридес. Здрасте, Кэти. Света. А, Света. Добра і любви. А, Света, добра і любви вам. Спасибо. Сейчас в поиске работы в Германии. Думаю, остаться. Стоит ли? Стоит. Выйду, может, замуж. Возможность есть. Но не очень удачно получится. Если захотите, предложения будут. Вы даже, скорее всего, выйдете. Но вам не понравится. Вообще, вот этот момент ассимиляции, он для вас будет очень длинным. Вы слишком не соответствуете тому миру. Для вас бы больше подошли Нидерланды. Вот для Нидерландов вам, у вас бы получилось. Вообще, для иммиграции Германия не самая лучшая страна. Во-первых, низкие заработные платы во всей Европе. А все остальные страны, которые вокруг, они лучше. Самые лучшие, конечно, это Швейцария, Германия, даже Франция. Но на первом месте по плохим заработным платам это Германия. Потом идет Франция. А потом уже все лучше и лучше в каждой стране. Хорошие страны. Бельгия, Голландия, а даже Нидерланды. Норвегия тоже. Ольга Пикулина. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Большое спасибо за ваши практики и ваши советы. Буду рада услышать, увидеть вас снова. Да? Ну, о чем мы? Лариса Таценко. Дякую вам за вашу турботу, за ваши знания, за то, что делитесь с нами. Дамы, прошу, скажи, будь ласка, че скоро женится ми сын Игор? Где-то аж до сорока будет бобылеть. Наверное, еще года два-три точно будет вот так выбирать себе. Да сейчас женщин сложно найти мужчине. Они же все хотят, чтобы уже был состоявшийся. Чтобы уже куча денег было. Чтобы уже, знаете, там автомобиль был. А так мужчина, у него не для кого. Очень часто так бывает. У мужчины до момента, пока женщины рядом нет, не получается ничего. А потом, когда рядом женщина появилась, если женщина любящая, у него все получается. Если не любящая, а использующая, все обвалится вообще. Это такая особенность, она стопроцентная. Вот очень часто такое бывает. Женщина ищет мужчину, лишь бы какого. Замуж выходит, все. Она себе пометку поставила, всем подругам рассказала. Замуж вышла, вот и платье есть и так далее. А так, любит, не любит, ей пофигу вообще. Потом рожает ребенка, там, любит ребенка, начинает на работу. Вот у меня семья. В церковь главное сходить, как мама учила и так далее. А мужчину не любит. То есть, там, просит он, там, интима или не интима, там, чтобы не нервничал. Один раз, там, в неделю у них там что-то произошло. А потом можно вообще забить. Ругается по чуть-чуть, начинает пить, потому что хоть в этом находят, там, какое-то наслаждение. И у него ничего не получает. Никогда. Почему? Нет любви, нет, не текут деньги. Вот она, там, так, козел, такого козла. Лучше бы, там, козел с козлом, там. И все, знаете. Такие люди, они в большинстве своем, в большинстве я не обвиняю, это промысел Божий. Пусть он будет. Вы не становитесь такими. Скажите, пожалуйста, что нельзя держать в доме? Что нельзя держать в доме? Нечистоты. В доме нужно, чтобы был порядок. Пыль сверху, пыль снизу должна убираться. Второе. Дома нужно следить за тем, чтобы нечистот не было. Третье. Что нужно иметь дома? Для того, чтобы счастливая жизнь была, обязательно имейте фикус. Для того, чтобы защитить дом от зла, имейте колючку какую-нибудь. Для того, чтобы в семье процветала любовь и милосердие, фикус. А для того, чтобы деньги водились, ну, говорят, денежное дерево. Нельзя дома держать инструменты, которыми работают в поле. То есть плуг плохо. Дальше лопата и так далее. То есть все, чем ковыряются в земле, дома держать нельзя. Потому что эти инструменты, они могут нанести, ну, ухудшают состояние. Просто их из дома или в кладовку ложить, но в самом доме, где вы спите особенно, они не должны лежать. А так, все, что хотите, можно дома держать. Все, что угодно. Главное, меньше мусора. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Смогу я приобрести личное жилье? В этом году и в следующем не вижу. Валентина Снелл. Спасибо огромное за помощь. Скажите мне, так нужна большая сумма. Погасить долги не получите. Посмотрите, пожалуйста, есть у меня везение. Нету везения. Хочу поставить на скачках. Ни рубля не выиграете вообще. Деньги будете отдавать только горбом. Медленно, тяжело и мучаясь. Мне вас очень жаль. Берите мой символ Сяосянь, проходите первую ступень. Я там о символе говорю. Сжигайте долги на свече. Простят. А так ничего не увидел. Очень тяжелая жизнь, очень тяжелая дальше. И долги будут увеличиваться. Ужасно. То, что увидел, прям ужасно. Смогу ли в этом году поменять работу? Работаю учителем, надоел день сурка. Да, спасибо, вы супер. Да, сможете поменять Василию Хрусталеву. Может быть, куда сейчас двигаться? Магазин закрыл заказов на мебель. И столешцы нет. Занимаюсь грузоперевозками, стареньким грузовым автобусом. Своим спасибо. Пока есть возможность, Василий, выезжайте из страны. Можете заниматься йогой. Найдите место, обучитесь йоге. Также вам будет хорошо подходить быть инструктором в йоге, в вегетарианстве, в аюрведе, в каких-то традиционных, нетрадиционных питания, ароматерапии. Также будет получаться, если вы будете заниматься любым абсолютно продуктовым сетевым бизнесом. Это ваше. Перевозки, изготовление мебель не ваше. Кстати, говорил раньше. Ирина Шабалина. Здрасте, Андрей. Здрасте. Если вас не затруднит, скажите мне, что по судьбе принесет богатство? Кто я? Кем должна быть? Вы должны быть женщиной, которая создает моду. И вот если вы будете учиться тому, как создавать, популяризировать моду, как делать моду, как делать женщину красивой, как самой становиться красивой, это принесет вам богатство и деньги. Кто вы? Тот человек, который создает моду. Екатерина Пономаренко. И вкус у вас хороший. Где моду? Все равно. Моду в инстаграме, моду свою, пошив в одежды, накрасить, выстричь, я не знаю, там что угодно. Все, где есть мода и красота, у вас будет получаться. Аналитика моды, там, журнал модный, журналистам, пишите тексты. Все, что с этим связано. Все, что делать, все, где объяснять, как человек может стать красивым, во всем этом у вас будет успех. Саньте сами красивой, обучайте, как быть красивой, делайте или продавайте красивую одежду, это все принесет вам богатство. И будете ли, несомненно, мои ученики, которые хотят быть богатыми, сто процентов всегда становятся нереально богатыми. Добрый вечер, Андриндович, дякую вам за прачу, ваша душа, ваша ученость. Думаю, смены ты швейна, ремесло, вы учатся в эти сфере, не получится в эти сфере, забудьте вообще. Не получится вообще, не осилите. Это глупость, а вас склоняют глупости. Нифига у вас не хватит возможности. Никакой эти дальше шейте. У меня есть подруга Эльвира, она нанимает и без конца нанимает, и популяризирует, и шьет, и так далее. И у нее куча-куча и клиентов, заказов, денег и всего остального. А у вас этого нет. Чем вы отличаетесь от нее? Она популяризирует. Сделайте блог, показывайте, как вы шьете, что вы шьете. Развивайтесь в этом направлении. У вас хорошо получается. Да у вас обещают, что получится хорошо. Просто выходите, айти сфера ваша, берите телефон, говорите. Ось сегодня я начала шить эту юбку, и это ось так называется, ось так. Это такой крит, это такой. Сейчас я это отрежу. Как вам понравится, напишите свое поведомление в моем инстаграме, на моем инстаграме, посилание там. А хотите меня пошить или перешить, ось мое посилание, давайте в сториз. И все они будут к вам идти. Люди так стесняются. Кому вы нужны стесняться? То, не то делаете. Это никому не интересно. То вы делаете, не то. Наоборот, чем больше хейта, тем вы интереснее. Не зря ж я вон снимаю видео периодически. Я не бритый, жену под плохим ракурсом. Для чего? Чтобы создать хейт. Думаете, оно мне нужно? Для чего хейт делает человека популярным? Сейчас я работаю над укладом угод по продажу палива. Чи будет успех, так. Чи дастся заключити угоду в жовтні місяці? Так, але дуже-дуже уважно вам потрібно дивитись на тих людей, між якими заключается, и тих, кто это купит. Бо вас могут кидануть. И вам потрібно дивитись дуже уважно. Бо там у вас йде не зарубляння грошей, а кидок. Такий неважный в вашу сторону. Якось я цебачу. Так что, если бы не были учеником, не сказал бы. Юля Фещенко. Добрый день, Андрей Андреевич. Здрасте. Прохожу первую ступень. Благодарю. Кстати, почему нельзя говорить благодарю? Те люди, которые говорят благодарю, могут появиться колдун, который скажет, я твое благо забираю. И все, и потом будете говорить, да что ж у меня в жизни стало хуже, стало хуже. Меньше говорите благодарю. Говорите спасибо. Почему? Спас. Спас. Помните праздник Спас? Какой? Яблочки там и так далее. Спас это Иисус Христос. Его до какого-то момента так называли. Спасом. Спаситель. А что обозначает спасибо? Это спаситель Бог. Но Бог не только может наказывать, Он может спасать. Поэтому, когда человек говорит спасибо, он говорит, Бог спаситель, Он всем помогает. Надежда и Бог пусть поможет. Когда благодарю, то я такой дурак, всем блага свои раздаю. У меня их много просто, бери еще мои. Найдется такой человек, который скажет, хорошо, я забираю твои блага. И будете потом искать, кто же вам это все сделал. Подскажите, будут ли у меня дети, если да, когда? В ближайшее время родюйся. Долгое время не получается забеременеть, без особых, на то медицинских причин. Все нормально у вас будет, вы родите детей. Мальчика первого. Анастасия Хрусталева. Здравствуйте, получится у меня сейчас сменить работу? Получится. Александр. А это вы Васина жена, я понял. Хороший Вася. А, хорошая жена. Мы в Ирландии живем в отеле. О, классенько. Подали заявку на проживание в доме по программе. Получится у нас найти дом и пожить в нем? Конечно. Анна. Пожалуйста, может мне врач-яблонский психотерапевт лечить нервное состояние препаратами? Нет, вам поможет профессиональный психиатр. Вам нужен не психотерапевт, а профессиональный психиатр. В профессиональном психиатрической, даже коммерческой клинике. Идите к нему. Вера Косенко. Но Яблонскому извинения я ни при чем. Просто ей, правда, надо психиатрия. Намучайтесь. Если Яблонский смотрит, извините. А вообще вы не задумывались, что вы сейчас меня скомпрометировали? Сейчас вот психотерапевт Яблонский меня реально ненавидит. Почему? Потому что он хотел денег заработать на вас. У него и так, наверное, клиентов немного. А сейчас вот он будет сидеть, будет. Дуйко, козел ты такой. Не дал мне денег заработать. Так бы и таблеточки купила. И на психотерапию похудила. И гешталь бы какой-то там повыясняли. И там какую-нибудь психологию бы какую-нибудь там придумали. А так бы заплатили за 30 посещений полторы тысячи долларов. Человек бы с вами работал два месяца. А так не заработать. Скажешь, ну дуйко, где ты взялся? Сразу. Уважаемый психотерапевт Яблонский, пожалуйста, извините меня за это. Больше на такие вопросы отвечать не буду. А та девочка, которая сделала это, скажу вам, вы не очень хорошая. Так больше не делать. Это некрасиво. Решили эти киблонс? Кому идите? Вера Косенко. Я ученица третьей ступени. Скажите, в каком направлении и нишем не развиваться, и в дальнейшем работать? Спасибо. Очень хорошо будет получаться продажа женского белья, женской одежды. Очень хорошо. Но и хорошо бы получалось, если бы вы были артисткой. Очень хорошо, если бы вы были еще и массажисткой. Торговля бадами бы у вас получалась. Вообще, у вас жизнь еще такая, бесконечное количество дорог. Кстати, и хорошо замуж идите, и, кстати, и хорошая жизнь будет у вас. Вообще не заморачивайтесь, еще на шею сядете богатого, проживете всю жизнь. Александр Мокряк. Я был в отношениях 9 лет и 2 месяца назад. Девушка ушла от меня со словами, я выбираю себя. Подскажите, пожалуйста, могу ли ее вернуть? Что мне нужно для этого? Она же сказала, выбирай от себя. Зачем вам человека, который выбрал себя? Она уже выбрала кого-то. Пусть живет с собой. Мужчине так легко найти женщину. О чем вы? Напишите каждой женщине, выйдите вот так вот в тикток и напишите свой номер телефона. И говорите, я одинокий мужчина. Я очень хочу жену. Я очень хочу жену. И я хочу объявить кастинг. Мне очень хочется жить с женщиной. Я зарабатываю, у меня есть там или нет имущество. Я хороший, добрый, теплый. Обещаю каждый вечер гладить по 10 минут в кровати. Обещаю на протяжении всей жизни утром просыпаться, говорить. Ты моя самая золотая, самая любимая, самая дорогая. Обожаю тебя, люблю. Но давайте вместе найдем любовь. Да вас засыпят после этого. Где я ее найду? Мужчина, где найти сейчас? Все смотрят. Надо провести такой эксперимент. Выйти под каким-нибудь ником и снять себя. Не бриться неделю и сказать. Я вот обычный мужчина. Мне там 50 лет. Я очень мечтаю найти женщину, с которой бы мне хотелось прожить свою жизнь. Мне очень хочется найти такую женщину, чтобы она была одним целым со мной. Чтобы мы дышали одним воздухом. А я ее гладил. Я ее буду гладить до конца своих дней. И обещаю каждое утро, просыпаясь, говорить ей утром, в обед, вечером. И даже во время сна ей говорить. Ты самая красивая на земле. Я тебя обожаю. И в тот момент, когда ты замерзнешь ночью, я обязательно буду тебя укривать. Найди меня. Доброго дня, Андрей Андреевич. Андрей Андреевич, дякую. Я ж дуйку, а не дякую. За ваше добро и хай Всевышний бережет ту радость, яку вы добываете, саме ваше серденько. А чи сможу я стати целителем и для себя, и для людей во благо своему роду? Так, а уже ж. Проходьте мой семинар, который называется «Целитель. Трехдобовый семинар». Вебинар. И я вам обещаю, вы будете в своем регионе самым лучшим целителем вообще. Вот вы там в Черкасах живете или в Виннице, будете самым крутым в Виннице или в Черкасах. Вот на 100% я вам говорю. Но вы не из Черкас, я понял. Альона Заган. Доброго вечера, Андрей. Так, сколько у нас там? А, еще время. Щиро дякую за сакральні знания. Придивіться, будь ласка, чи відновлять мене стосунки з чоловіком, чи варто нам перелітати на американський континент до сина? Варто. Можна разом? Можна. Анна Гальчук. Більше десяти років турбує головокружіння, щатки збілю голові. Зараз лікуйся, результати має жінема. Як подула таку проблему, щиро дяку і бажаю всі лякі гараздів. Обязательно, обязательно оденьте чепчик і темні очки. І носите чепчик такой длинненький і темні очки на протяжі нескольких місяців. Вечером, перед самым, на ночь не снимай чепчик. При этом косынку, щоб она тугой була. Така тугая. При этом, обязательно, когда будете ложиться спати, вот по ночам или перед самым сном, ложитесь перед самым сном на аппликатор ляпко, пластмассовый такой. Засекайте время і следите, щоб лежать не мене десяти-пятнадцати-двадцати минут. Начнете лежать, за один місяць исчезнут і шум в голові, і болезни в голові. Но косыночку носите долго. Райський Андрей Андреевич. Есть ли на мене сглаз, порча, проклятие? Сглаз есть, і порча есть тоже. Нет энергії зменить свою жизнь? Да нет у вас энергії зменить свою жизнь не из-за порчи. Если у человека порча сексуальная, то человек даже все время хочет с кем-то спать. То есть это блуд, он не может, ему надо постоянно разные женщины или мужчины, он все время, или она все время начинает искать. А если что-то происходит, еще кого-то искать, это вот так порча. А сглаз это когда один шаг вперед, два назад в каком-то деле. Нет у вас, это то, что у вас сил нет, нет, связано в конкретном случае вашем с тем, что у вас депрессия. Ваш нет сил, вы в депрессии. Вы по ночам не отдыхаете, все время в телефонах голодаете. Откуда возьмутся силы? Вы в депрессии, у вас депресняк, депрессуха. Вам нужно принимать препараты от депрессии. Ну там хотя бы флуоксетин самый простой. По одной таблетке два раза в день. Чтобы хоть какая-то радость была. Ну люди, люди. А, Оля Боровик. Кстати, Оля, хочу вам сказать, что я уже подготовил и мазь, и препарат. Можете писать в телеграм. Имеет ли смысл продолжать отношения с Карстеном? Показывают, что не имеют. Жадные, лживые, еще и у вас деньги занимать начнет. Нет. Нет. Но в скором времени вижу хорошего. Хорошего. Элла Жовтан. Больше восьми лет, сын в разводе. Встретили женщину? Да. Будут дети? Да. С детьми уже возьмут. Скажите, в каком году куплю себе машину? В 2027-м хорошую. Любовь Ткач. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, застренущее своего кухону? Так. Так. Александра Ковреженко. Здравствуйте, Андрей. Сделаю практику первой ступени. Время медитации неподвижной болит левая ступня. Это что-то выходит. Терплю. Подскажите еще немного об этом. Что-то другое попробовать? Да, у вас пережимает ступню, и из-за этого у вас болит. Я хочу вам посоветовать. Время медитации посадка не имеет значения. Медитация – это не обязательно сидеть в позе лотоса. Для того, чтобы сидеть в позе лотоса, нужно сидеть и с детства в позе лотоса. Как я, потому что из семьи нерусских. И мы сидели на полу, застилали коврики, садились вот так, ножки скрещивали. И на улице так сидели. И тогда в нашей семье это было принято. А когда вырос, то мне несложно так сидеть часами. А мы, как люди, имеющие там живот, избыточный вес, большую грудь, большие щеки, колеса, проблемы позвоночника, еще забедренных суставов, для нас так сидеть сложно. Поэтому берите стульчик, не нужно ножки, скрестите ножки, откиньтесь немножечко, закройте глаза и вот таким образом занимайтесь медитацией. Не нужно вот то, что показывают по телевизору, это уже боги. Они всю жизнь этим занимаются. А мы-то обычные люди, нам даже на случайке можно заниматься медитацией. Главное медитацией заниматься. От перемен и мест слагаемых, хоть ноги завернуты, хоть нет, ничего особо не меняется. Выходит что-то? Нет, ничего не выходит. Выходит проблема, которая была связана с вынашиванием ребенка. Сдвинулся позвонок в последних отделах поясничного отдела и крестового отдела, из-за этого и ущемляет. Галина Борисовна. Добра и мира всем добрым людям. Пусть вам всегда везет. Огромное благодаря Андрею Андреевичу за поддержку и заботу о нас. Спасибо. Людмила Марусецкая. С уважением, ваша ученица. Подскажите, на какое направление эзотерики медиать упор? Целительством занимайтесь. Посмотрите, в каком состоянии мои чакры. В неважном. Абе Брус, будешь на полу сидеть. Ты будешь по жизни на полу сидеть. Сейчас так плюну, что и не встанешь. Татьяна Лозинская. Здравствуйте, будь ласка. Чи порем по... Не буду плевать, потому что с психическими бесполезно. Так. Нужно только... Будь здоровым. Было дуже погано с головой. Скажите, будь ласка, чи помиримся мы с сыном Остапом? Так. Тараканы в попу залезут. О, я же говорю, психически больной человек. Напился и, знаете, пахнет. Давайте мы его вот так вот заблокируем. Не нужен он нам. Все. Улетел наш Абе Брус. Добрий вечер, Андрей Андреевич. Будь ласка, чи поремося... Так. Лариса Квитко. Сейчас едем в Грузию в дочери. Прошу прибежься пройти границу. Конечно, помогу вам. Все нормально пройдете. Ирина Сау. Вітаю, Ирина. Міси, находжене Ирпінь. Чим займатися в життя? Бо розпиляюся. Чи повертатися в Україну? Хочу додому. И маю кучи планок. Йдьте додому. У вас додому и дома будет краще, ніж десь. И в Ирпине вы сможете состояться. Что будет получаться? Вообще все. От строительства до частных услуг каких-либо, которые связаны вплоть до мастерской, вплоть до швейной, и хорошо, и волосы. Да все что угодно. У вас хороший дар, и вы будете хороший организатор. Вообще все будет получать. Анна Вартянен. Скажите, повлиял ли на мою личную жизнь? Татьяна. Добрый вечер. Смогу ли я отдать свои долги в ближайший месяц? Нет. Когда я стану бабушкой? Ну где-то года через, за два года и станете. У вас есть семинары по самоисцелению? Да, называется семинар обучения целителей. Трехдневный семинар. Как излечить и близких, и себя. Там все об этом рассказывают. Также приходите ко мне на марафон, я вас полечу. Пожалуйста, что у меня с левой рукой, со здоровьем в общем? С левой рукой проблемы, это связано с листозом. Третьего, четвертого шейного позвонка, седьмого шейного позвонка, первого грудного. Надо вертебролог и невролог. В общем-то, чего не хватает, что делать? Ну зачем мне это? Анна Вартянен. Скажите, пожалуйста, повлияет на мою личную жизнь первый мужчина? Может быть, есть проклятие от него или заклятие? Если есть, как можно исправить? Не увидел вообще. Нет, вы вообще, он вообще о вас не думает, вообще далеко вас имел в виду. Простите, конечно, за эти слова. Вы больше о нем думаете. Он сто раз забыл уже о вас, вообще не интересно ему. Он даже и не думал в самом начале, а сейчас вообще не думает. Да. Вы очень много о себе думаете. Не вижу никакого проклятия вообще. Особенно от этого человека. Как научиться входить в транс для исполнения желаний? После... Проходите первую ступень, там все расскажут. Дрия Андреевич, когда я получу желаемое жилище в этом году или в следующем? В следующем? Нет-нет, еще позже. Почему? Ирина Пестерева. Как вылечить цирроз печени? Битулин принимать в большом количестве. Две таблетки четыре раза в день. Таким образом можно вылечить. Сколько принимать? Ну, месяцев восемь. Но вылечите наверняка. Почему? А есть такие люди. Билярный цирроз вылечивали, там тяжелый гепатит. Все это на фоне. Где приобрести? На моем сайте. Как найти? Вот сюда звоните, на любой телефон. Говорите, хотим битулиновую кислоту. Любой оператор... Не битулиновую кислоту, а битулин. Любой оператор ответит. Потрясающий эффект. Великолепный препарат. Просто гордость моя. Людмила Разя. Андрей Андреевич, пожалуйста, помогите быстро родить. Четверку рисую. Итак, Люда, Разя, где ты? Покажись мне. Ты моя хорошая. Ну что, готово? Все, рожай уже. Бо ждут уже, когда ты родишь. Татьяна Захарова. Вы пропускаете мои вопросы, так как невозможно посоветовать возможности свою жизнь наладить. Вот, прочитал. А кто вам сказал, что я должен вам налаживать судьбу? Почему вдруг я не собирался этого делать? Я хочу вам сказать. На моем канале есть ответы на все вопросы. Есть первая ступень школы Кайлас. Переходите на первую ступень школы Кайлас и проходите ее. Я вам обещаю, вы получите все инструменты для того, чтобы изменить свою судьбу в лучшую сторону. А сейчас несколько слов. Тринадцатый марафон – это занятия, в ходе которых я буду помогать вам избавлять вас от заболеваний. Очень много людей, которые приходят ко мне на марафон и избавляются в дальнейшем от заболеваний. В чем будет особенность данного марафона? Очень много будет трансовых практик. Также я буду обучать, как использовать аюрведу. Расскажу, к какому типу дождь вы относитесь. Какие продукты есть, какие продукты не есть. Очень огромное количество как информации, так и персонального влияния, так и помощи всевозможной. И ответы на вопросы частные и так далее. Персонально каждому напишу, что принимать, каким образом лечиться и так далее. Много ответов на то, почему болят суставы, от чего разрушаются. Сначала лечимся, потом обучение. Сначала обучаемся, потом лечимся. И это такой вот марафон с одной стороны. Возможность помочь себе, своим близким. Еще и получить огромное количество информации всевозможной. Обещаю, что жизнь ваша и ваше здоровье разделится до прохождения марафона и после прохождения. И обещаю, что это все будет в лучшую сторону. Че варто шукати закопа на колье? Не варто. Меня зовут Светлана Алексеенко. Супер. Хорошо, Светлана Алексеенко. Я услышу. Можно говорить дякую, да? Моя дочь ходит на эко, пока ничего не получается. Можно попросить ваше благословение, чтобы дочь забеременела стала бабушкой вашей ученицы платной ступени. Да, пусть в скором времени будет. Пусть она будет. Я прямо вижу, она держит в ручках ребеночка, девочку красивенькую. Темноглазенькую такое. И прямо ребеночек. Пусть вот это вот так вот здесь будет, а вот это вот так вот здесь. И пусть в скором времени родит. Молодец. Благословляю. Она такая молодец. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Скажите, попаду я на вину, будь ласка. Показывает, что нет. У меня смена работы. Я продавец хозотдел в поселке. Начальник вампиры всегда тянет зарплаты. Мизерная Альбина, 49. Уходите. Вас никто там не держит. Уходите. Че вы там сидите? Не знаю я. Вы мазохист или что? Делайте там что-нибудь. В деревне продавайте в городе. Сможете деньги зарабатывать. Доченька Солнышко, вот вы мне говорите, каким мне бизнесом заниматься. Как я вас должен идентифицировать? Мне как спрашивать у этих сил? Спрашивать, чем должна заниматься доченька Солнышко? Картинки вашей, Моссе, нету на аватаре. Вы доченька Солнышко. Как мне просмотреть вас, доченька Солнышко? Ну как? Скажите мне. Я ученица. У меня миллион учениц. Юанна, здравствуйте, учитель. Это вы единственный неповторимый гуру. Вы преподаете правильно эзотерику. О, ваша ученица прошла первую ступень, но возвращая введение в эзотерику, нравится практика философии. Книга называется «Магические методы лечения». Климакс. Можно полечить, если две 10-литровые пластиковые бутылки из-под воды взять под мышки и удерживать их там сидя или стоя не менее 10 минут каждый день. В течение дня рассасывать нугу таким способом. Кусочек белой нуги придавить языком к небу и удерживать как можно дольше. О, необычно. Кожная сыпь уйдет, если встать на старую газету, обтереться пищевой солью экстра. После чего всю высыпавшуюся на газету соль необходимо свернуть в пакет и накапать сверху воском. После этого газету просто выбросить в мусор. Помогает не сразу, но эффективно. Конъюнктивит. Соединить большой палец и мизинец на левой руке в мудру. Большой палец и мизинец в левой руке в мудру. После чего прикоснуться тремя пальцами. Ага, вот так. Прикоснуться тремя пальцами вторым, третьим и четвертым к нарыву. Поплевать на три пальца и поплевать через левое плечо. Так избавите от конъюнктивита и ячменя. Крапивница. Одеться или завернуться полностью в красную тряпку. Пить заваренную крапиву. Либидо. Для увеличения в центр языка капать спиртовую настойку фиалки трехцветной. Много раз на протяжении дня желание возникнет. Лишай. Можно убрать, если присыпать пеплом от сигареты. Место лишая. Рассасывать пепел, а также сосать просто медную монету. Классная книга. Видите, интересные советы на все случаи жизни. Вот такая толстенькая. Книга называется «Магические методы лечения человека». Очень необычная. Очень фантастическая. Очень практичная. И так далее. Очень интересная. Как очками лечить диабет. Или как очками лечить психические заболевания. Много всего написано. Почему я такую книгу создал. Очень часто какие-то методы лечения совершенно не имеют объяснения с позицией медицины. Мне, как человеку, который занимается эзотерикой, интересно было это все собирать. Это квинтэссенция моей длительной работы на протяжении многих лет. Я решил это все собрать вот в такую необычную книгу. И подарить или продать вам. Она стоит недорого. Ссылку оставлю в описании. Также, если вы хотите купить какую-либо из моих книг, вы можете перейти на сайт или написать любому из операторов. Вот здесь указанных. И они с удовольствием вам и помогут, и дадут рекомендацию, и помогут приобрести, и все остальное сделать. Пожалуйста, что мне нужно, чтобы зарабатывать деньги? Елена спрашивает. Вам нужно сначала обратить внимание на семью. И в вашей семье обратить внимание на то, чтобы сохранить отношения. Начните с этого. В тот момент, когда вы будете или найдете в себе тепло душевное, радость от того, что живете с кем-то, то в этот момент деньги будут липнуть к вам сами по себе. Я желаю вам счастья и любви. Учитель дорогой, январь-февраль, поедем с подругой опять в Индию? Поедете, да. Меня зовут Зоя, подскажите, что мне делать? Ну что, я желаю вам счастья. Хочу, чтобы мои ученики были счастливыми. Обычные люди пусть будут счастливыми, они тоже этого заслуживают. Пусть болезни отстанут, пусть все зло отстает и пусть все добро прилипает. Пусть у каждого, кто хочет замуж, найдется муж. А кто хочет жену, найдется жена. Пусть каждый, кто мечтает о деньгах, пусть они появятся в жизни. Люди хотят денег, но не хотят работать, знаете. Они хотят сделать так, чтобы им кто-то дал. Люди хотят брать и ничего не хотят для того, чтобы их отдавать. Живут непосредством. Именно поэтому и создаются книги, обучающие вас. Есть книги, есть магия. И часто, когда человек совершенно в запутавшемся состоянии, на помощь к нам приходит эзотерика. Именно для этого я и создавал эту эзотерическую школу. Друзья мои, какими бы состояниями вы не владели и что бы вы не ощущали, насколько бы плохо вам не было, есть долги у вас или нет имущества, или не можете много зарабатывать, я вам даю совет. Начните с моей эзотерики. Это в действительности уникальная разработанная мной программа, которая может очень эффективно, очень ярко и быстро помочь человеку вырваться и быть в состоянии абсолютного тотального везения. Жить без конкуренции и быть человеком, который делает шаг вперед и сто вперед еще. Найти свою любовь, обрести возможности. Быть человеком, который независим от каких-то моментов и быть человеком, который в конце своей жизни сядет вот так и скажет, я не боюсь умирать, потому что жизнь я прожил настолько яркую и восхитительную, что даже не страшно. Я полностью удовлетворен своей жизнью. Господь, забирай меня к себе. Пусть у каждого будет счастье. На этом конец. До свидания, друзья.